В КФУ продолжает свою работу фестиваль Александр Фест. Состоялась церемония закрытия форума Times Higher Education. В КФУ с визитом прибыл представитель Лондонского университета. 27 ноября во время второй части расширенного заседания ученого совета КФУ состоялась церемония награждения медалями и ведомственными наградами Российской Академии Образования. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был удостоен золотой медали РАУ за достижения в науке. А мы переходим к другим новостям. В КФУ свою работу продолжает первый международный научно-образовательный фестиваль Александр Фест. Цикл мероприятий, посвященный прежде всего императору Александру I, основавшему Казанский университет, а также другим Александрам, сыгравшим важную в истории мира страны и университета. 28 ноября в шоу РУМИКОФУ в рамках первого международного научно-образовательного фестиваля Александр Фест прошла лекция профессора высшей школы экономики для студентов Казанского университета на тему одиночества Пушкина. Наш Александр Фест посвящен всем великим Александрам, которые внесли свой вклад в историю мира и в том числе были связаны с Казанским университетом. В императорском же зале состоялось торжественное заседание, посвященное фестивалю. В рамках университета мы в университете величайно поддерживаем инициативу Института международных отношений и в этом историческом зале сегодня открываем торжественную обстановку бюст основателя Казанского университета Пушкина Александра I. Также в рамках заседания прошла лекция профессора всеобщей истории лондонской школы экономики Джанет Хартли на тему «Русские цари в Англии. Визиты Петра I и Александра I». В этом зале, в этом университете и так много людей и студентов. Мне очень радо, что есть здесь студенты. Это большая привилегия для меня. В программу фестиваля Александр Фест включены научно-популярные лекции, театральные представления, квесты, брейн-ринги, конкурсы и многое другое. Все это будет проходить на площадке КФУ до 3 декабря. Валерия Муратова, Ленар Довлетьяров, Универньюс. 28 ноября в КФУ состоялось заседание ученого совета под председательством ректора Ильшата Гафурова. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете подвели итоги международного образовательного форума Time Higher Education. Об этом наш следующий сюжет. В Казанском федеральном университете прошел форум Times Higher Education по цифровой трансформации. Площадка стала местом встречи выдающихся исследователей, инвесторов и лидеров в сфере образования, которые обсудили положение университета в современном обществе. Итоги форума подвели в своем заключительном слое проектор КФУ по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и директор по управлению знаниями Times Higher Education Фил Бетти. Программа форума включала в себя тематические сессии, новые цифровые модели, повышение эффективности исследования и образования в нестегазовой сфере, в области наука жизни и другие. Церемония закрытия прошла 27 ноября в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Камиль Гимаздинов, Ленардо Валитяров, Универ-Ньюс. Для обсуждения совместных и магистрских программ в Казанский федеральный университет с визитом прибыл представитель Лондонского университета. Более подробно смотрите далее. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл представитель университета Лондона, руководитель программы Data Science университета Goldsmith Лариса Солдатова. Я сегодня приехала в Казанский университет с целью обсуждения нашего совместного проекта. Мы предлагаем программу Data Science и Казанский федеральный университет заинтересовался с нами работать и объединить их с их программой. Программа Data Science, предлагаемая Лондонским университетом, представляет технические и практические навыки для анализа больших данных, которые являются ключом к успеху в будущем бизнесе цифровых медиа и науки. Данные кругом, и их нужно уметь анализировать, и нужно не просто анализировать, а нужно уметь строить модели на основе этих данных, чтобы можно было предсказать тренды и помочь принимать правильные решения. Поэтому практически в каждой области сейчас огромный интерес к вот такой интеллигентной обработке данных. Ученые КФО развивают зеленые технологии в рамках Парижского соглашения по климату. Подробности далее. Специалисты эко-нефти работают над проектами, отвечая на вызовы, связанные с глобальной энергобезопасностью и ресурсообеспечением в условиях изменения климата и существующих экологических проблем. Прогнозы говорят о том, что если у нас изменения климата и выбросы парникового газа будут идти по старым сценариям, то это может привести к очень серьезным изменениям на планете. И уже не так для нас будет важно купить лекарства или найти еду, а насколько важно будет вообще некоторым регионам планеты вообще выжить. Парижское соглашение было принято в рамках Конвенции ООН об изменении климата. С 2020 года оно должно регулировать меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. В 2015 году проведена большая конференция в Париже и на ней было сформировано соглашение о том, как в будущем, в будущие вот эти десятилетия должны, значит, измениться энергетические потоки, насколько должны снизиться выбросы. И под этим соглашением подписались многие страны мира. Спустя три с половиной года после появления Парижского соглашения по климату Россия его утвердила. Это говорит о том, что наша страна присоединилась к борьбе за снижение объема выброса парниковых газов в атмосферу и готова модернизировать производство таким образом, чтобы выбросы стали экологически безопаснее. Следует отметить то, что наша страна тоже подписала, расифицировала данное соглашение в 2019 году. Сегодня действительно назревает изменения в сфере как добычи, так и переработки нефтегаза, использования. Энергоресурсов, которые будут ориентированы на снижение выбросов парниковых газов. Это углекислого газа в первую очередь, а также некоторых углеводородных газов, которые тоже могут оказывать сильное влияние. На сегодняшний день в Парижском соглашении по климату участвуют 186 стран, сочетая в себе цель международного масштаба – сдержать последствия грядущего катаклизма. Также соглашение включает в себя ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будет полностью поглощать растения и океаны. На самом деле многие делают акцент на углекислый газ, но если мы посмотрим на те значения, которые есть по этой активности в качестве парникового газа, более чем в 20 раз метан является опасным по сравнению с углекислым газом. Россия, как и другие страны, участницы соглашения принимают национальные планы по снижению выбросов в технологическом перевооружении и адаптации к климатическим изменениям, которые необходимо корректировать в сторону повышения каждые пять лет. Не менее важно организовать международный обмен зелеными технологиями. Наш президент выступал на одном из больших саммитов и заявил о том, что те технологии, которые Соединенные Штаты Америки используют для добычи сланцевого газа и нефти, они на самом деле несут очень большой экологический урон. При этих процедурах выбрасывается большое количество этих парниковых газов, которые сильно оказывают влияние на окружающую среду. Наша страна эти технологии не использует и старается как раз наладить более экологичное производство нефти и газа. Достойный вклад по созданию зеленых технологий представляет Казанский федеральный университет, в частности специалисты приоритетного направления «Эко-нефть». Наше основное направление, связанное с нефтью, называется «Эко-нефть». То есть все проблемы, связанные с добычей, переработкой, созданием новых материалов, они делаются с экологическим уклоном, с рассмотрением экологических вопросов. Поэтому, конечно, огромный спектр вопросов, связанных с зелеными технологиями, в Казанском университете он решается. Благодаря многочисленным достижениям российских ученых, в том числе и Казанского федерального университета, Россия получила возможность полноправного участия в формировании глобально-климатической повестки. Ильвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok